добрый день сегодня 30 30 9 2017 тема тоже 2 генералиссимасов я хочу сказать но у меня уже форме живого диалога я считаю что правильно реагировать на то что как бы пишут возражения который но я не как бы тут написали такое возражение что сколько вам сколько вам надо времени чтобы хоть что-то там мало вам единой россии то есть человек вот априори каким-то пользуется но и честными уже записал меня в единую россию вот ко всем этим коммунистам ну ладно я как бы не просто не стану блять и просто я как бы его и ответят так письменно ну и сейчас вот и устноса отвечу да хоть завтра хоть завтра ему ответил но только давайте сделаем так не как всегда что мы убираем какую-то партию и заменяем ее в сто раз хуже ведь понимаете как сказать не надо вот эти вопросы решать с пробующим какие-то запломбированных вагоны из евросоюза и тому подобные потому что это очень плохо кончается вот я хочу сказать разве при царе батюшке не было безобразие каких-то несуразец разве вот те события на ходынке и это не есть разгильдяйство скажем когда там третьего охранного отделения и там других каких-то служб но конечно есть но конечно были страшные какие-то вот снабжение армии снабжение населения дальше почему и образовался искусственный голод когда продовольствие в стороне было конечно это все было но неужели мы потом сделали лучше что у нас в результате гражданской войны погибнет по данным коммунистам 7 миллионов по так сказать данным общественных организаций которые считают 10 миллионов вот я как бы хотел бы также вот продолжить вот давайте ну я как бы вот считаю что я видал я более того более того я предлагал даже ну давайте чтобы труды вашей вот вы все там верите в навальный навальный вот я понимаю чисто юношеский он выглядит респектабельно вот если бы я снимал про фильм про ну какой-то резидента цру вот его бы взял просто не для без проб ну то есть не глупый человек и говорит хорошо но есть были люди и покруче его ну вот адольф шикарит грубо он так говорил он такой это у наших телевидения его дурочком то выставляет там а он обладал очень какими-то великолепными оратора супер оратор супер то есть что у него было то было ну и чем это кончилось это что стало хорошо до половина европы это развалины мог и париж вот так бы быть и такой чудный город угроблен и разве это вот показатель вот это вот поэтому если вот я понимаю что можно подпасть под какое-то внешнее может быть и даже обаяние это же какой-то интеллект но я хочу сказать вы не читайте карла маркса не и живите его мозгами вот этой глупости которая вот в этом садепе который а не читайте этого капиталы дурные прочие книжки которые противоречат математике арифметики даже а вот читайте александра суворова а он говорил будь прозорлив и осторожен я ведь что предлагаю вам что даже если вы скажем не доверяете нам считаете что мы ошибаемся ну теоретически такая возможность есть любые люди могут ошибаться но предпримите меры чтобы труды то ваши не пропали даром я ведь рассказывал как люди там работают потом они приходят и говорят отдайте списки там а им говорят а кто-то такой а кто-то вот вы побывали на этой площади замечательно там я посмотрел некоторые лица мне вот так эмоционально приятны и есть такой как бы запал вдохновения но вы же не знаете какие тайны финансовые пружины двигают или как вы считаете не двигают этим вы это достоверно не знаете так взяли вы же тоже там пришли собрались разошлись вот у кого у вас есть тех кто побывал на этом митинге в новосибирске у кого у вас есть списки тех кто там был а если у вас их нету то нафига вы там были я вот и к тому там человек ко мне подбегал я говорю отдайте мне ваш номер телефон а он говорит это сам а я тут еще все я говорю ты собрался после этого делать какую-то революцию а как мы с тобой что-то будем делать если ты боишься даже вот этого сделать то я тебе дам свой номер и вот как бы составил после этого он не дал вот вы и подойдите так ну в принципе я вот смотрю ребята там дерутся там с полицией все я уважаю вашу смелость даже если вы пришли за деньги за на этот митинг на время но понимаете я не хочу чтобы ваши труды пропали даром там-то звучал вопрос сергей вы за деньги или нет вот мое такое мнение вот я выскажу вот как бы анализирую вот это ну безусловно есть какая-то тусовка вокруг алексей которая крутится исключительно за деньги она работает она заходит на сайт эшаре пишет шаблонные довольно глуповатые против достаточно очень умного человека который ну только позволяет себе издеваться над этим потому что если ты хочешь иметь такого противника той надо и вдумчиво как как бы против него и нызжать то понимаете они такими какими-то шаблонами трафаретами вот это ну и у меня там появлялись на канале такие вот пишут вата а что вот вы вот вы задумаетесь вот вы там те кто там находится до вата это же не просто слово я вам скажу откуда этот термин это же термин бандеровцы то есть ваших ряда есть там бандеровцы вот и где-то был митинг навального я там смотрю написал вата я кто кто автор вот этого вы только хотя бы задумайтесь кто автор вот вообще вот этой гадости это вот госпожа кептильман это бывшая так сказать женушка всяких там и я даже не хочу сейчас погонить именами там вот это все жены женышка всяких партийных этих деятелей ну вот комсомольцев там лазаренко там помню да неважно я не хочу сейчас отвлекаться на эту тему если надо мы потом это все разберем потом ну вот и записали ее разговорах хакеры которые везде везде ругают в вашингтоне а вот вы подумайте а вот вы в циру ни хера не делаете вот вы не знаете ли что товарищ готовила супер террористический акт я иначе не могу назвать это тварь и не побоюсь этого слова орала по телефону да я этих русский это ватники то есть ватники то есть она то у нас коммунистка дочь коммунистки это директор таксопарка это это супер это тогда элита это высшая академика это супер доходный и перед тобой все к кланяется понимаете тут ну вот это вот трудно это представить сейчас но вспомните юмористку Райкина где он там замечательно говорит кто сам сидит на первых рядах этот инженер мы на него плюем там директор магазин сидит на задних рядах что это я не говорю не хочу жить в таком обществе вот вот ну она вот суть сандемперского строя она отражала точно поэтому не думайте что она из простой какой то среды она из среды знатных коммунистических баев и вот поэтому как бы ну у этих людей в общем то знаете мещанин ватворятся и у них рождается такая мысль что они есть какая то элита ну свинью если ты будешь одевать роскошные наряды и прочее у него появится что другие свиньи не одеты так что я какая то особая свинья да вот и вот естественно она значит ватники называл то есть кто ее обрабатывает вот эти шахтеры почему нам и не обидно вот это вот кличка а вот и вот она когда там вот это и в записи ну это я думаю нетрудно будет найти кто пожелает да и она орала ах эти ватники да эти русские да я там изничтожить этих тварей ядерным оружием утопить этот Крым вот так ставилось да я эту Россию на уши постав ну я суть суть ее понимаю и вот среди наваль то есть вы что тоже вот те кто собрались там на площади тоже готовы среди вас вот такие ублюдки которые называют ну назвали бы нас как то там по другому там пусть даже мать я бы там не то что это почему многие из наших и не потому что мы можем работать академиками мы же тоже такие же рабочие люди которые ну кто то может работать доктором хирургом это тоже ватники мы все такие же вот работяги можно сказать да на фоне на фоне вот этих скунсов там всяких бандеровцев этих сыночков которые ублюдки помните как в Донецк приехали там избить пытались а их там на уши поставили а они когда перетрусили достали газовые баллончики и как харьки сжались там жалкое зрелище вонючих было этих я почему я тоже вот мы их тоже называем мы их в ответку называем скунсами да они ну они же себя показали так вот и ну еще там есть другие клички там вот многие из них балбесы вообще настолько что они сами начали на себя называть с гордостью мы укропы так вас назвали я хочу сказать не потому укропами потому что вот это растение или это вот сокращение это был такой персонаж 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 укропы то есть это два наркомана сидели и одного звали укроп ну довольно еще такой прикольный сериальчик они же вот не вникли вот кто-то остроумный взял и назвал укропами вот этих вот кастрюли головы и вот а я не с гордостью это повторяю ну потому что тупизм 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 полный то есть ты соглашаешься что герой вот это вот и я хочу сказать ну давайте вот все таки проанализируем да вы не хотите такой к самоорганизации я вас все время зову к самоорганизации вот нас было в союзе русских общин здесь новостей 50 многие дела делали вы знаете мы имели влияние на общество вас такая супер толпа и вы ничего не можете да ну нас вот как бы развалили там против нас шла сложная игра такая ну я не буду сейчас останавливаться на это ну я то вам не желаю какого-то зла я наоборот хочу чтобы мы побороли это мировое зло ЖКХ пока оно не вышло за пределы России и не поразило как раковая опухоль скажем европейские страны бедную какую-нибудь Францию а то как придут вырастут финансово как пойдут там водить и будет Франция без воды и будет платить золотыми слитками ими нашим ЖКХ вот 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 о чем Меркель об этом не думают а вот двинутся наши эти монстры на них подождите вот братьев Сарнаев тоже там выращивали пригревали в США и чем закончил ИГИЛ выращивали а потом ИГИЛовцы на машинах давили там вот вся вот эта политика Меркель вот вот как-то вот так ну вот я хочу также вас то есть вы хотя бы разберетесь кто среди вас бандеровец не бандеровец вы разберитесь с этим вопросом потому что если вы не бандеровцы мы готовы с вами как бы вступать в диалог если вы не сильно гордый не сильно так сказать о себе не считаете себя пупом земли как любой дебил джугашемилевец понимаете а хотите как бы наоборот пользоваться нашим интеллектом опытом и вот хочу еще вот обратите внимание на вот я говорил о министре печати да миронове борисе который там все все время сейчас вот печется о том чтобы крым отдать муком полицаев да вот заметьте что и навальный ну вот он более либеральный да вот ему спасибо что он еще хотя бы дает возможность там повторного референдума да по по донецку по луганску я знаю что у него вроде как тоже но он не вот на этом митинге вот сережа неправильно что ему сказал если ты хочешь президентом давай начнем с этим вопросом если тебе плевать на 4 миллиона русских людей и ты не хочешь даже высказаться по этому вопросу а как ты видишь вообще а вы подумайте а если там вот даже оставим допустим мы люди с вами циничные допустим люди подлые сказали да и черт с ними эти 4 там миллиона да давайте их продадим как крепостных крестяков пусть их там нас же это не коснется но давайте подумаем с чисто эгоистических таких позиций а давайте вот как бы ну прикинем а не будет ли нас в мире после этого допустим мы провели какой-то референдум подделали не подделали его ну вот Крым взяли да и отдали нас придурками полными скажите себе честно все кто собрались нас придурками полными с референдумом без референдума отдали Крым там устроили резню русских порезали твари повеселились как вот славянские да материи ополченцы взяли да и расстреляли вонючки полицейские вот давайте ну ладно допустим что совести у нас с вами нету ну плевать а мы синимся без жди же коммунисты сидят себе спокойно ну коммунист локоть допустим три миллиона зарплата да доход там не знаю надеюсь что в год там не было написано на сайте точно вот вот и как бы давайте вот прикинем вот это вот что чему мы при нем то вообще при мы не будем уничтожены как супер держава кто-то нас будет уважать на нас не будут все плевать и говорить дебилы полные да как давайте вспомним 90-е годы как катал клинтон когда стоял даже до неприличия ну вот я бы тоже допустим над ельциным если бы был над коммунистом ельциным был представитель другой бы державы но я бы сказал ну слушайте ну как ну я смеяться не могу ну все таки это человек представляет ну как то я официал вроде живу руку а тут гоготать вот так вот ну вот не будут ли над нами мы не станем ли мы такой потеха вот и вот давайте вот как бы я хочу еще раз застрить ваше внимание вот сегодня Навальный Борис Миронов они все вчера Миронов говорил а то этого Навального не ходите на его митинги на болотные он предатель а теперь они вот оба в одной так сказать колонии пятое идут и вот давайте как бы посмотрим такой момент ну за кого за кого так сказать ну я уже говорил про какие чудесные отношения оказались у чубы и и у Навального да что один даже готов пожертвовать своей чуть ли не жизнью так сказать на баррикады пойти в то время как другой говорит да плевать я на тебя хотел да ты я вообще ты чё у меня там росла нам все хорошо ты куда меня там это тащишь то вообще вот а это самое я я хочу сказать вот известно вот как бы за что рвал рубаху господин Навальный по делу магнитского вы подумайте вот даже если несправедливость к этому была проявлена ну сколько у нас там несправедливость почему вокруг него мало ли у нас там безобразие всяких СИЗО и прочее сколько там нарушений и так далее и так далее а тут все стали на уши и даже законы сдали да а занимался магнитский конкретно вот американские компании задумали подмятим Газпром а если мы им это все удалось вот смотрите Газпром нефть все не наш все идет фиг знает куда нам дают две копейки или печенюшки ну нам привезет и и чё и что и чем платить пенсии ребят вот вы об этом а у вас же ну допустим вы пенсию не получаете да да мы молодые да а ваши папы и мамы а как они там а чё будет вообще тогда ну ведь мы же благодаря коммунистам нифига вот за сто лет так и не научились чего там производить какой-нибудь ну хотя бы средненького автомобиля который покупался бы в Европе там ну хотя бы там на третьих на четвертых позициях там он разных странам разные есть автомобили и какую-то нишу не наших электробритов не передается вот где русским людям коммунисты платили это военно-промышленные ну тоже как сказать платили ну не такие копейки как в обычном секторе вот наше оружие покупается вот это вот ответ господину познеру который говорит что вы ну если прямо говорит вы русские имбецилы дебилы почему у вас ничего не получается я говорю что если русским людям платить то они могут осваивать космос а если совсем не платить все собирать господин познер все девяносто девять копеек как вы делали отставлять русским одну копейку вот обложить их сетью жкх мхх раб кринами и всякими прочими гадостями саббеповского порядка провести коллективизацию типа там жилищную какой-нибудь вот типа это сказать что закон написали который место которому на помойке потому что его слабоумные люди писали вот я хочу сказать но вот я понимаю что у нас какая-то времени простое то я все время думаю чтобы не сделать своей стране хуже подумать башкой об этом ребятам нельзя как эти слабоумные ваших рядах вот есть такие они шарик берет у них интервью они все говорят да кого угодно Путина поменяем на кого угодно это как это как это вы что вы хотя бы опять вы обкурились что ли я еще хорошо бы это люди не пережили 90-е 90-е годы не знали многие из вас молодые они не пережили но вы все таки вот к Сергею присмотритесь он дело говорит он ребята вы нифига не это было вместо того что в 91 году мы свергли эту вонючую КПСС понимаете не мечтали об этом это было очень трудно понимаете вырезали эту гнойную вонючую поганую в то время как союз США вот друзья господина Навального всячески помогали кредитами окружали базами а коммунисты приходили и говорили смотрите как вы будете против нас когда наши а мы же видели что их реально нас реально окружает базы то есть они везде выступали подпоркой вот эти США друзья вот эти это все было реально вот вы поговорите с теми кто как бы вот жил в это время я думаю что не все маразматики джугашвилевцы слабоумные люди дебильные абсолютно вот с этим и можете не говорить это не лечится этот будет говорить стоять в рате причем врет так тупо дебильно что просто стоишь подумаешь когда это кончится пропагандонство это дебильное вот вы от этого но я не хочу чтобы ведь многие кто делали вот этот майдан 1917 года они не были глупыми людьми но их обманули их обманули и многие кто делали майдан 2014 года тоже не были я смотрю николая дульского это же очень умный человек но понимаете не то чтобы вот кто умнее сорос или дульский я думаю что дульский умнее но у сороса большище большущие бабло а это преимущество это понимаете человек слаб деньги это большая власть они как вот в чьих руках или это Святослава Федорова врага коммунистов который сделал искусственный хрусталик который спустили все коммунисты разбазали и спустили это все сейчас Америка делает мы ничего не получили за это ни фига вот хотя дело все государственный счет ну он как бы поднимал деревню он хотя бы что-то маленькое сделал понимаете вот а вот выступали вы бы за ну допустим такого человека да за ученого какого-то за в общем вы знаете вот эти вот ваши связи ваше желание лезть наверх вот у нас давно возникло такое что ничего из этой москвы хорошего не приезжает но не приезжает я мне очень нравится движение что люди вдруг стали избирать вообще не из спортивных какого-то слесаря избрали какого-то я думаю это знаете хорошо это хорошо будут ошибки ну постепенно методом отбора как найдутся люди как наконец мы какой-то составим может быть с низов это пойдет а писать сверху ничего не пойдет не надейтесь все все там прогнило сгнило и я же вот вижу что даже Путин он иногда действительно вот не делает вид просто старается ну вот его это вся болото вот это вот единое вот это вот болото оно затягивает все это КПССное и получается ситуация как я вот шучу этот мальчик говорит я медведя поймал ну давай его веди сюда сейчас он говорит не пускает он меня вот я хочу сказать что вы те же самые ошибки это не повторяйте начните тщательно анализировать а что вокруг вас будь прозорлив и осторожен да вот кто из вас участников этого митинга скажите имеет списки вот тех людей которые там были да адреса ну не адреса хотя бы номера телефона да ну вот это же номер телефона это можно всегда сменить вы знаете да никто да никто вы пришли туда постояли ну может быть знаете небольшой процент ну я не имею ввиду конечно тусовка вокруг Алексея да она конечно собрала данные они конечно ведут учет но но кто вам даст это вы попробуйте так для просто потом скажите что Серега меня подговорил возразить что-либо что-либо Алексея ну скажем даже в мягкой форме сказать я сомневаюсь ваши я хочу свои какие-то мысли давайте дайте мне список я вот хочу посоветоваться у меня есть свои идеи у меня свои есть и думаю что вам ничего не дадут вот отвечаю понимаете вот ну дай бог чтоб я ошибался дай бог чтоб я ошибался но вы самый хороший слуга сам себе вот я просто как вот совет как не то что я не рассматриваю вас и даже вот к Сергею из единой россии как какими-то врагами врагами как оппонентами может быть ну вовсе не врагами ну вот тех сунков полицаев среди вас которые называют эти враги вот пандеровцы враги джугашвилевцы это кровники вот эти вот тварями я не хочу с ними разговаривать не буду разговаривать я буду гнуть линию на их так сказать ну ладно не будем касаться этого вопроса ну ладно всего доброго доброго вечера субботнего суббота